Здравствуйте! Вы смотрите программу «Второе дыхание». Это программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни. Несомненно, спорт – это жизнь, и заниматься им лучше начинать с самого раннего детства. И хорошо, что в нашем городе немало спортивных учреждений, которые всегда встретят вас распахнутыми дверями. Одно из таких мест – дом физкультуры «Буревестник». Со времен античности красота и пластика человеческого тела неизменно привлекали сначала внимание художников и скульпторов, а затем фотографов и режиссеров. Многие родители еще до рождения ребенка ставят своей целью вырастить его здоровым, сильным и умным, но забывают, что для этого и они должны приложить немало усилий. За порцией положительных эмоций мы отправились в один из старейших спортивных комплексов Рязани – дом физкультуры «Буревестник». Спортивный комплекс по функционалу, по разнообразию услуг предоставляемых, он, наверное, для города, ну, если не уникален, то довольно редок. Родители готовы часами терпеливо ожидать своих талантливых чат. Пользуясь моментом, знакомимся сначала со взрослыми. У Ольги, например, два сына, и, несмотря на то, что проживают они всей семьей за городом, регулярно приезжают в «Буревестник». В нашем городе для ребенка пяти лет существует бассейн с адекватной стоимостью только «Буревестник». Во дворец пионеров не берут, потому что рост частный бассейн – это, конечно, золотые цифры, туда ходить невозможно. В мини-бассейне «Малыш» с удовольствием резвятся ребята до пяти лет. Тренеру смело можно давать олимпийскую медаль только за то, что успевает внимательно следить за каждым юным пловцом. Вот наш тренер-инструктор Зарина Григорьевна, она с детьми занимается плаванием. За время съемки мы увидели такое количество маленьких и взрослых, что даже гордость взяла за подрастающее поколение. Ребенку очень нравится, занимаем второй год, и очень, идут с удовольствием всегда. Смотря, сейчас отучились первую смену в школе и пришли сюда. Кто знает, вдруг это милое чудо в махровом халате – будущая чемпионка России. Меня зовут Алиса. Сколько тебе лет? Семь с половиной. А это уже большой бассейн, профессиональный. В нем можно проводить полноценные спортивные соревнования. Этим летом полностью поменяли чашу, то есть основу, положили новую плитку, поменяли лестницы, новые дорожки. Здесь стояли вышки, вот от них остались основы. Мы их сняли, потому что нет необходимости у них. Сейчас новые тумбочки стоят. Как бывший пловец могу сказать, что это, наверное, в Рязани лучшее, что я видел вообще когда-либо. Многие сюда ходят уже по привычке, чтобы не нарушать семейные традиции поколений. Вода замечательная. Сам проверял, когда дорожки натягивал. Обрабатывается гипофлоридом. То есть это не та хлорка, которая была, не знаю, в конце 90-х. На самом деле комфорт в таких учреждениях дорогого стоит, иногда в самом прямом смысле. Замена одной чаши бассейна – технологически сложный процесс, требующий детальной проработки. Но на то он и спорт, чтобы стремиться только к высшему результату. Мы вкладываем душу в это дело, вкладываем средства. Тут многие вещи, собственно, и силами сотрудников, и персонала, и администрации бассейна производятся. Звуки музыки приводят нас в зал к длинноногим гимнасткам. Зрелище достойное даже самых привередливых эстетов. Кстати, по статистике, это на случай, если кто-то усомнится, что у ребенка остается время для учебы, большинство первоклассниц, которые выбрали именно этот вид спорта, являются отличницами. И это их здесь еще сейчас немного. Бывает и больше. То есть, вы представляете, это вот за один день, какой поток. В то время как их сверстницы проводят время с телефонами и у компьютеров, эти девочки показывают прекрасный пример сочетания спорта и искусства. А это, между прочим, осанка, координация, гибкость, самодисциплина и наличие волевых усилий. И не смотрите, что они такие хрупкие, как перышко. Голова резко, раз, 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 как лампочка. Будущие чемпионки наши. Не надо туда смотреть. Все здесь сосредоточено только на том, что мы о детях заботимся, да, чтобы детям было комфортно, ну и родителям, чтобы за них переживать не приходилось. Сейчас и не подсчитать, какое количество людей прошло через спортивный комплекс «Буревестник». Здесь только в одном сезоне занимаются сотни пловцов, гимнасток, самбистов. Широкая специализация позволяет привлечь буквально все слои населения. В ближайшее время ожидают новую волну пенсионеров. Для них проводятся даже специальные акции. Сам Денис Скрипченко тоже когда-то подавал большие надежды в спорте, но выбрал более рациональную специальность. Спорт всегда тянет, и я за него душой болею, потому что хочется, во-первых, но чтобы люди здоровый образ жизни могли вести, да, и позволить себе это, как можно более широкие слои населения могли. И, во-вторых, все-таки у нас здесь тренируются спортивные школы, и спорт высших достижений никто не отменял. Очень приятно всегда участвовать в каких-то процессах, когда в результате ты можешь сказать, что вот там, грубо говоря, девочки выиграли чемпионат России по гимнастике, они занимаются у нас в учреждении. Скажу честно, как и полагается, журналистам приготовили ложку дегтя, хотели указать на отсутствие тротуара для посетителей, но не тут-то было. Этот насущный вопрос, оказывается, и без нас был главным на повестке дня долгое время. И уже во второй приезд мы застали бригаду рабочих, которая выкорчевала кустарники под новенький тротуар. Так что смело можно подвести итог. Есть в Рязани сильная команда единомышленников, которая переживает за спортивный, здоровый и активный потенциал своего города. А следующий сюжет про, пожалуй, один из самых мужских видов спорта. Цель спортсмена в армрестлинге, или переводя на русский язык, борьбы на руках, в сущности довольно проста. Повалить руку соперника на валик стола, за которым происходит состязание. В ходе поединка выделяют следующие фазы – стартовая позиция, достижение преимущества и, собственно, реализация полученного преимущества. Кто-то выигрывает за счет силы, кто-то за счет техники, ну а кто-то за счет духа или настроя. Впрочем, своим телосложением современные армрестлеры очень похожи на представителей других силовых спортивных дисциплин – тяжелоатлетов, троеборцев, бодибилдеров или гиревиков. Кроме того, в отличие от других силовиков, значительное время на тренировках борцы на руках уделяют спаррингам, ведь, по сути, армрестлинг – это единоборство. Считается, что никакой тренажер не заменит опыт, приобретенный в непосредственной схватке с соперником. В любом виде спорта есть свои особенности, есть своя подготовка. Вот то, что мы видим на соревнованиях, выходят ребята и борются, так как, скажем, верхушка айсберга. В общем, за этим стоит большая подготовка. Необходимо иметь в функциональном плане подготовку на высоком уровне, необходимо быть здоровым, так скажем, полностью для того, чтобы показать результат в армрестлинге. Тут необходима и общая физическая подготовленность, в общем-то, необходимо вести и здоровый образ жизни, и необходим такой ряд специальных, именно специализированных, так скажем, упражнений для армрестлинга. Тогда все это вкупе даст возможность показать результат. Армрестлинг считается древнейшим видом спорта, однако современный свой вид он приобрел не так давно. В 1962 году американский журналист Билл Саверанес, наблюдая, как в одном из пятийных заведений города Пенталума, это в штате Калифорния, мужчины мерились между собой силой рук, предложил провести соревнования по рист-рестлингу, дословно борьба с запястьями. Именно так вначале именовался данный вид единоборства. Первый турнир имел огромный успех, и с тех пор ежегодно, в каждую вторую субботу октября, Пенталума принимает у себя участников мирового чемпионата пармрестлингу. В 90-х годах этот спорт получил распространение и в России. Начинался в нашей стране он в 1989 году матчевой встречей СССР, США, Канада. Тогда все советские спортсмены, за исключением олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Салтана Рахманова, проиграли свои поединки. Выводы были сделаны правильные, и за прошедшие годы советские и российские спортсмены добились выдающихся успехов. Первым чемпионом мира из СССР стал Казбек Залоев. 10 октября 1992 года весовой категории до 180 фунтов или 82 килограммов. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Европа и Россия закрепила лидирующее место в этом виде спорта. Также большую роль внес в развитие армрестлинга легендарный неоднократный чемпион мира Алексей Воевода, который перешел в Бобслей. Занимаются армрестлингом и в Рязани. В общем-то, самыми сложными сравнованиями всегда у нас в России – это чемпионат России. Он всегда сложный, потому что если сравнить, например, по сложности чемпионата мира, Европы и России, и порой в некоторых категориях на чемпионате России конкуренция более жесткая и более сложно здесь бороться. Почему? Потому что у нас на России, как правило, в каждой весовой категории борются по 5-6 человек чемпионы мира и Европы в разные годы, которые являются. Ну, понимаете, о чем я говорю. Это не везде так, это не в каждой категории. Но если взять, в общем, посмотреть на чемпионат России, то я думаю, что он, наверное, если в общем посмотреть, будет самым сложным турниром среди любителей. В общем, армрестлинг – это весьма демократичный вид спорта. В принципе, заниматься им могут люди, начиная, как и в других силовых видах спорта, уже с юношеского возраста. Кроме того, на соревнованиях по армрестлингу можно одеваться просто в спортивную форму. Никакой дорогостоящей экипировки не потребуется. А регулярные занятия по правильно подобранным тренировочным программам позволят развить не только силу рук, но и абсолютно все основные группы мышц. Несмотря на то, что армрестлинг не является олимпийским видом спорта, борьба на руках обладает большой популярностью во многих частях света. В России и в мире регулярно проводятся турниры и чемпионаты по армрестлингу. Помимо официальных соревнований существует также множество частных и коммерческих турниров. Рязанский самбист на первенстве мира не дал соперникам заработать ни балла. Михаил Водовсков выиграл юниорское первенство. На соревнованиях в Риге он стал сильнейшим в категории до 74 килограммов. Борец последовательно взял верх над соперниками из Грузии, Кипра, Белоруссии и Узбекистана. Все победы оказались сухими. Рязанец не позволил ни одному из своих соперников набрать баллы. Напомним, в 2013 году Михаил выиграл юношеское первенство мира. Рязанцы завоевали медали всероссийских соревнований под зюдо Кубок Спартака. Воспитанники с дюшер Комета завоевали три медали – две серебряные и одну бронзовую. Илья Пугач стал серебряным призером весовой категории 66 килограммов. Также серебро завоевал Гагик Закарян в весе 81 килограмм. Бронзовым призером соревнований стал Алексей Грунтов весовой категории 66 килограммов. А хоккейный клуб Рязань второй год подряд дома проиграл идущему в хвосте таблицы казанскому «Барсу». Встреча в среду 14 октября завершилась поражением по булитам 1-2, сообщил пресс-атташе клуба Михаил Солдатов. По его словам, хоккеисты не смогли настроиться на матч. Хозяева сразу завладели преимуществом, но играли без поража и напора. А самые опасные моменты в первом периоде создала татарстанская команда. Сначала Сергей Белов справился с выходом 1-1, но за полминуты до сирены в меньшинстве не удержал шайбу в ловушке. В итоге 0-1. В начале второго периода вратарь исправился, отразив сложнейший бросок в девятку. На 27-й минуте рязанские хоккеисты наказали соперника за ошибку в обороне. После паса Ильи Корнеева отличился Евгений Лызин 1-1. На эмоциях команда провела еще несколько отличных атак, но не забила и вскоре вновь успокоилась. Лишь в концовке хоккейный клуб Рязань прибавил и стал чаще бросать, но пробить вратаря больше не смог. Увертайм голов не принес, а булиты лучше исполнили гости. В предыдущем матче много забили, а сегодня не хватило решающего броска, отметил главный тренер Вячеслав Уваев. Будем работать и готовиться к следующим матчам. Зато баскетбольный клуб Рязани во второй раз за полторы недели разобрался с МБА. На старте чемпионата Суперлиги в среду 14 октября зубры дома разгромили московскую МБА со счетом 98-72. Гости смогли навязать борьбу на первых минутах, но ближе к концу стартового периода рязанская команда добилась двузначного преимущества. В середине второй четверти баскетболисты преодолели отметку плюс 20. В начале третьей зубры долго не могли забить, позволив МБА подобраться в счете. Но затем справились с этой проблемой и не только восстановили, но и увеличили разрыв. У нас вторая игра с плохой защитой и хорошим нападением. Результат радует, а качество игры оставляет желать лучшего, отметил главный тренер Денис Тимаков. Следующий матч рязанцы проведут дома 23 октября против Сахалина. И напомним, 4 октября команда победила МБА в Кубке России со счетом 90-71. И на сегодня это все. Будьте спортивными и здоровыми, пусть всегда у вас открывается второе дыхание. Редактор субтитров А.Семкин